Тем, расскажи, что сейчас происходит у тебя в голове. Не знаю, я расстоялся, не хочу дальше уже все. Посмотрим, что я загружу карьеру, в 77 перейду. Но что-то желания вообще нет дальше, драться. Ну это сейчас больше, наверное, эмоциональное. Два поражения такие. Я пришел себя, чтобы конкурировать, а не проигрывать. А смыслом мне драться, если я проиграл. Сали, вот первый раунд, вроде все отлично. Тебе перевел? Забился потом. Забился. Может 7-ми снимаю, веселая, может тяжелый сгон. Хотя Али так же гоняет, даже больше меня. Но я забился, надо в 77 попробовать. А насколько тяжелая сгонка была? Да очень-очень сложная сгонка. Очень тяжело, мучился долго. Всю ночь не спал. Вроде с утра встал, оказалось, восстановился. Первый раунд хорошо-то дрался, а потом что-то раз затек. Шея текла и все. Ну вот вы с Али же работали в Таиланде. Он сейчас вспоминал вот эту историю, да, когда вы там работали. После того, как, не знаю, он сделал там пару сабмешанных, тебе сказал, типа, Артем, так вот со мной этого не получится. Ты сказал, что все нормально, я приеду, подготовлюсь. А удивил ли тебя сейчас Али в бою там физическому ощущению? Физически, да, сильный. Очень сильный физически. Самый сильный из твоих соперников? По физике, да. Ну физика не главную роль играет, но по физике, да, самую сильную. Во втором раунде он так включил гранд-н-паунд, Локсями говорил, что ты даже закричал во время этого эпизода. Ну я не закричал, я, ау, так, ну конечно, наверное, больше от злости такой, что, блин, не получается у меня. У меня клик такой, ну, то, что когда-нибудь что-то не получается, я в борьбе могу кричать там, где-то еще, когда, ау, такой злость. Чувствую, что ничего не идет. После второго раунда что тебе сказали в углу после, наверное, такого первого самого? Ну нормально, ничего, он, он этот, вроде подотек, и давай работай. Я не хотел говорить, что я тоже отек. Ну а ты прям чувствовал, да, что сил вообще нету? Нет, нет, силы были, просто именно шея текла, мышцы забились. А тема, добор войны зарыт, так скажем? Ну мы зарыли его перед боем, если честно, просто не стали, мне даже было, как мы руки пожали, как все. Просто не стали это говорить, чтобы к бою не утихло, ажиотаж не утихал. Застал ваша встреча со Сломбеком, отбадая вон только что. Ну я извинился перед ними, что не получилось показать бой, который все ждали. К тебе в угол подсаживался Майорбек Хасиев перед началом боя, а что он тебе сказал? Ну, если получится Северюк, 50 тысяч долларов бонус. То есть так зарядил тебя сразу, да? А на тебя это как-то повлияло? Ну такое сразу желание Северюк сделать, конечно. Как думаешь, сколько тебе дней сейчас понадобится, чуть прийти в себя, осмыслить, что произошло и решить, что делать дальше? Точно надо вместе, чтобы я обдумал, чтобы уже с холодной головой подошел. Ну, в завершении карьеры? Потому что я пахал, я выкладывался, я делал все. Я теперь где-то не доделал, где-то сочканул, где-то что-то не доработал. Я думал, а, надо было больше. А когда ты делаешь все, и тебе не получается, такое немножко разочарование. В завершении карьеры все-таки, наверное, это слишком решение такое? Подумаем, подумаем. Ты тоже это рассматриваешь сейчас? Да, да. А чем заниматься весом весом? Ну, сейчас посмотрим, ребят. Сейчас я выйду, ладно, ребят. Подумаю, подумаю. Можешь продолжить 7 и 7. Можешь, видно будет. Можешь ли повлияло моральное поражение от Вартанена? Прошу, вполне возможно. А надо будет бореть за Лебагову теперь? Я буду смыть просто бои, и уставлю все, посмотрю его к нам. Я хотел бы бой соболазить на финале, посмотрю. Спасибо большое. Спасибо.